Верховный суд внёс в Госдуму законопроект о преобразовании более 100 уголовных преступлений небольшой тяжести, почти половина из которых относится к экономическим – уголовные проступки. Инициатива имеет целью улучшения делового климата в стране, следует из информации электронной базы Нижней палаты парламента. С учётом статистических данных судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена более чем на 68 тысяч лиц. Следует из документа. Введение понятия уголовных проступок и перевода ряда уголовных преступлений в их число объясняется авторами законопроекта необходимостью гуманизации законодательства. С инициативой ввести понятие уголовных проступков, таким образом, выведя значительное число нарушений из категории уголовно наказуемых, в Верховном суде выступили в октябре 2020 года. Тогда председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев подчеркнул, что сейчас лица, осуждённые за такие нарушения, встречаются с более чем 80 ограничениями, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Он добавил, что уголовная ответственность за преступления, не связанные с лишением свободы и совершённые впервые, не соответствуют принципам гуманизма. Давайте подробнее эту тему обсудим со специалистом. В студии Константин Волков, директор Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, судья в почётной отставке. Доброе утро. Доброе утро. Вот всё-таки уголовный проступок, что это? Давайте вот раскроем это понятие. Потому что не совсем понятно, ну вот вроде бы уголовное преступление, но за него вот не полагается какая-то серьёзная ответственность. С одной стороны, уголовный проступок с родним преступлением, потому что он также является общественно опасным, за него предусмотрено наказание, потенциально может быть назначено. Но в то же время законодатель считает, что с учётом того, что общественная опасность таких деяний невысока, по двум причинам. С одной стороны, это, как правило, преступления небольшой тяжести, за которые наказания не связаны с назначением лишения свободы. Ну и во-вторых, мы оцениваем личность лица, которая совершила преступление, то есть это лицо впервые совершило. То есть это означает, что он ранее не был судим, и более того, в течение года последнего к нему не применялся уголовный проступок. Это тоже, кстати, является важным дополнением сегодня. Но что это за преступление? Да, вот 100 получается, более 100 уголовных преступлений. Ну, точнее 112. 112. А мы можем какие-то привести, что называется, ну, это, конечно, неправильно слово, какие-то яркие примеры, какие именно уголовные преступления переквалифицированы будут? В понятие уголовных проступок сегодня входят три группы преступлений. Первая группа преступлений – это те, за которые наказание не связано с назначением лишения свободы. И при этом, кстати, очень важно отметить, этот законопроект у нас идет, можно сказать, по второму кругу, потому что он вносился еще в 2016 году, но был раскритикован правительством. В том числе и за то, что уголовный проступок, под него попадали и такие преступления, которые связаны с насилием. Сегодня они не исключены. Вторая группа преступлений – это преступлений небольшой, даже средней тяжести, то есть за них может быть назначено все-таки лишение свободы, но это те преступления, которые, с одной стороны, максимально распространены, с другой стороны, все-таки степень невысокая. Это, например, хищение без квалифицирующих признаков, кража, мошенничество, присвоение растрата. И третья группа преступлений – это преступления в сфере экономики, в основном это предпринимательские преступления. Здесь и создание лжеорганизаций, и уклонение от уплаты таможенных платежей. Поэтому все указанные преступления объединяют одно обстоятельство – они не несут повышенную общественную опасность. И законодатель считает, что можно гуманизировать, но самое главное – разгрузить и судебную систему, с одной стороны, и пенитенциарную. Почему? Потому что на протяжении последних 10 лет Россия сделала огромный прорыв в снижении количества лиц, находящихся в местах лишения свободы. Мы в свое время традиционно входили всегда стабильно в пятерку, сегодня мы уже 20-й по количеству осужденных на душу населения. Но это разгружает ту самую пенитенциарную систему, это вроде бы делает более легким деловой климат, но в то же время подобная гуманизация, она не приведет ли к увеличению той самой коррупционной составляющей в целом стране? Ну, коррупционная составляющая, она не от этого зависит. Тут, наверное, больше ставить вопрос, насколько мы найдем баланс между потерпевшим и преступником. Да, ведь они просто будут понимать, что тогда, а что им будет? Ну, максимум уголовный проступок, и никто их не лишит свободы. Ну, а кто-то же пострадал, получается, что система, допустим, пострадавшего не жалеет, а преступника жалеет, ну, в какой-то степени, если грубо выразиться. Для этого законодатель как раз и предусмотрел возможность безусловное освобождение только в том случае, когда лицо возмещает ущерб за причиненное преступление. Причем он дважды возмещает ущерб, даже, я бы сказал, трижды. Первый раз – это когда возмещают в отношении потерпевшего, то есть лицо, которое пострадало от преступления. Ну, и второй раз – в адрес государства, поскольку предполагается возмещение соответствующего ущерба, в том числе по предпринимательским преступлениям, в двухкратном размере от того, который был причинен в ходе совершения преступления. Поэтому здесь также остаются вопросы возмещения гражданского иска, их никто не отменял. Тем самым мы сохраняем и реализуем конституционное право потерпевшего, с одной стороны, на доступ к правосудию, с другой стороны, на возмещение причиненного ему ущерба. Знаете, еще интересно, вот у нас же есть там погашенная судимость, непогашенная судимость. Вот уголовный проступок – это уже будет считаться судимостью? Нет, дело в том, что в действующем уголовном кодексе, в тех случаях, когда не применяется наказание, лицо считается несудимым. Поэтому одна из целей данного законопроекта – не плодить судимых людей в Российской Федерации, поскольку действительно Вячеслав Михайлович Лебедев в октябре прошлого года, когда анонсировал новый в кавычках законопроект, он говорил о том, что фактически мы ограничиваем достаточно большую категорию граждан, а это порядка больше 200 тысяч ежегодно в реализации их каких-то и кондиционных прав, и каких-то других. То есть они являются судимыми, и это откладывает определенные ограничения. Они потом ограничены во многих. Вот Ваша точка зрения как профессионала. Мы, то есть, это хороший шаг? Это, безусловно, хороший шаг, поскольку он позволяет суду применять более дифференцированный подход, то есть более индивидуальный. А вообще, на самом деле, сегодня, что касается альтернативных видов наказания, они в целом в судебной практике достаточно часто применяются? Ну, это, наверное, отдельная передача, поскольку, на самом деле, проблема очень серьезная. Несмотря на то, что у нас в уголовном кодексе перечислено в статье 44 УК РФ 13 видов наказаний, то можно сказать, что на практике у нас фактически применяется одно – это наказание в виде лишения свободы. Потому что это порядка где-то 35%, где-то 27% – это условное осуждение, ну и там остается небольшое количество, 14% на штраф, часть там на обязательные работы. То есть, действительно, у нас есть определенная проблема в части пенализации наказания, поскольку у суда, кроме лишения свободы, фактически ничего не остается. Спасибо огромное, что дали исчерпывающие пояснения по этой теме. Огромное, пожалуйста. У нас в гостях был Константин Волков, директор Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, судья в почетной отставке.